«Мусор в объективе» – выставка под таким названием, посвященная подведению итогов проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» открылась в социально-гуманитарном колледже. Этот проект был посвящен Году экологии, но продолжит работу и в текущем году. Заброшенные поселки, воинские части, обломки самолетов, кораблей, разбросанные по всей территории округа – это лишь малая часть того, что попало в объектив фотографа Андрея Николаева. Все, что удалось запечатлеть, решили представить широкому кругу общественности. Первой точкой стал социально-гуманитарный колледж. После экспозицию представят в других учебных заведениях города. Затем ее ждет турне по округу. Цель выставки в первую очередь – это вовлечение в проект новых волонтеров. Мы занимаемся не только тем, что указываем власти на те или иные объекты, те объекты, которые под силу убрать волонтерам, мы убираем самостоятельно. За прошедший год на карте свалок ОНФ появилось более 190 точек несанкционированных свалок в Ниньском округе. Все это копилось годами, поэтому и на уборку уйдет не один год. По словам Матвея Чупрова, больше мусора оставлено там, где велись геолого-разведывательные работы. Где-то в 55 километрах от Наринмара нашими активистами была отмечена целая брошенная буровая. Буровой станок, он уже, конечно, подрастащен, но он стоит с нетянутыми тросами. Это тот объект, который получил наследие от геолого-разведки. И таких объектов было отмечено в тундре. Вот сейчас можно на этой выставке увидеть, например, поселок, который находится на реке Азева. Это в районе Харуты. Целый поселок брошенный с емкостями, с техникой, конечно, уже испорченной. Больше 50 свалок, обнаруженных активистами ОНФ за прошедший год, удалось ликвидировать. Там, где волонтеры не справляются, на помощь приходят местные власти. В этом году в планах народных фронтовиков привлечь федеральные средства на уборку более крупных скоплений мусора в Арктике. Мы активно оставили позицию нашего округа для того, чтобы появились средства в федеральном бюджете на очистку Арктики. В этом активное участие принимали депутаты Общероссийского народного фронта, которые работают в Государственной Думе. Надеемся, что эти средства будут выделены и округ будет действительно убираться, потому что мы все прекрасно понимаем, что за счет окружных средств убрать ту же самую Андерму или зачистить побережье Ледовитого океана в низком округе за счет региональных ресурсов будет невозможно это сделать. Еще одной проблемой округа является отсутствие в селах законных площадок для сбора мусора. В этом направлении фронтовиками тоже ведется активная работа.